Азербайджан и Францию связывают крепкие дружеские отношения. Такого мнения придерживается президент Ассоциации друзей Азербайджана во Франции Жен-Франсуа Монсель. Успешное сотрудничество между двумя странами наблюдается в различных направлениях, в том числе в экономической, энергетической, торговой сферах, а также в образовании, туризме и других областях. Мы видим заинтересованность обеих стран в расширении взаимовыгодного сотрудничества и дружеских связей. Нам очень приятно осознавать внимание к этому вопросу первого вице-президента Азербайджана Мехребан Алиевой. Ассоциации друзей Азербайджана во Франции прилагают все усилия, чтобы эти отношения не только сохранились, но и еще более укрепились. Ассоциация друзей Азербайджана во Франции также приветствует решение французских судов аннулировать так называемые соглашения французских муниципалитетов с сепаратистским режимом Нагорного Карабаха. Мы поставили перед собой цель больше проинформировать о реалиях Азербайджана жителей тех городов где были приняты незаконные хартии о дружбе с сепаратистами. Они были подвержены армянскому влиянию и необходимо провести там мероприятие, которое позволит им узнать историю Азербайджана и ближе познакомиться с богатой культурой этой страны. Жан-Франсуа Манцель подчеркнул, что Франции следует пресекать любые попытки органов местного управления сотрудничать с непризнанным режимом в Нагорном Карабахе. Официальный Париж неоднократно заявлял о поддержке территориальной целостности Азербайджана. Французская общественность должна знать всю правду об истории Нагорно-Карабахского конфликта, в результате которой армянами было оккупировано 20% территории Азербайджана. Жителям этих департаментов и коммун необходимо знать, что в ходе Ходжалинского геноцита было убито более 600 мирных жителей. Франция заинтересована в мирном решении армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта, отметил французский политик, подчеркнув посредническую миссию этой страны в формате Минской группы ОБСЕ. По мнению Манцеля, скорейшее урегулирование конфликта в первую очередь поможет Армении выйти из плачевной экономической ситуации, в которой страна-агрессор пребывает уже долгое время.